Ариа Роум, мои маленькие любители покушать. И мы продолжаем. Отсутствие спонсоров вынуждает выполнять контракты любого рода, в том числе и на сканирование поверхности нашей планеты. Поступил заказ на тестирование нового научного оборудования в отдаленных частях Кербина. В выполнении заказа нет ничего сложного. Это стандартный заказ, который я выполняю пачками, чтобы заработать деньги на новые проекты. Долбанная экономическая система. Был бы у меня доступ в интернет. Эй, не дождешься. Ограничивайся роликами на ютуб. Ну ничего, ты у меня еще попляшешь. Этот заказ хорошо спонсировался, поэтому у меня была хорошая возможность спроектировать и протестировать новое летательное средство. Способное пролететь весь Кербин на сверхзвуке и не поперхнуться. В перспективе такое транспортное средство в будущем сможет приносить немало прибыли. Сверхзвук будет достигаться тремя недавно спроектированными двигателями. А способность облетать Кербин на сверхзвуке обеспечит дополнительные топливные паки. По расчетам, при равномерном расходе должно хватить на два полных оборота. Достало время тестов. Новые крылья показывают себя наилучшим образом. Не устраивает лишь отрыв от поверхности на 120 метров в секунду, что естественно создаст большие неудобства при попытке взлета не со стартовой полосы. Но с этим можно смириться. Также самолет оснащен новой системой сохранения жизни, что в экстренной ситуации способна будет отстрелить кабину с пилотами и на парашютах доставить их в тушке в целости и сохранности. Когда же все приготовления были сделаны и курс подобран, время лететь на контрактные точки. Активирую протокол взлета с посадочной полосы. Активирую автопилот на предполагаемое место миссии. Так как финансы ограничены, приходится импровизировать на ходу. А значит тесты и эксперименты будут проводиться прямо на практике, что значит экспериментально высчитывать высоту полета путем походу. Сделав несколько тестов, выяснилось, что свыше 8000 метров над уровнем моря воздухозаборники не могут захватывать воздух в должном объеме. А значит двигатели работают не так эффективно. Рекомендуемая высота по расчетам составляет 7000 метров над уровнем моря. Что только не сделаешь во время скучного полета. Несмотря на то, что средняя скорость составляет чуть более 1,2 маха, времени даже по достижении точки занимает немало. Спустя несколько часов, наверное, кербалы начали жаловаться на нехватку развлечений. Благо, что мы уже подлетаем к точке, а значит можно идти на снижение. Внимание! Выявлена ошибка! Переход на ручное управление. Что происходит? А, ничего страшного. Пока высота позволяет, есть возможность все исправить. Есть вероятность, что пилот может выполнить посадку, не пробегая к аварийному торможению судна. Тем временем, судно успешно начинает незапланированно пикировать вниз. Из-за поломок основных управляющих узлов самолета, маневры невозможны. Несмотря на попытки торможения, до сих пор большая скорость вхождения и неправильный угол. У меня, походу, нет выбора. Активация протокола спасательной капсулы. Да... Из-за того, что авиасудно слишком двигалось по инерции, оно и командная стек повело за собой. С последующей смертью, дорогих карбонавтов. Э-э-э-э-э! В смысле смертью? А ну иди, исправляй все. Расслабилась она. Не поняла. А кто это тявкает? А ну ты как бы же... Эх, так уж и быть. Эс, куплю грехи конструкторов. Ты как раз недавно поступил призыв о помощи. Из-за того, что какое-то космическое агентство потерпело крушение. В связи с чем? Двое карбонавтов нуждались в спасении. Их спасение было бы слишком простым, если использовать тот же космический шаттл, которым мы доставляем ресурсы на космическую станцию. А нам же экшан подавай. А так как в связи с отключением Интерстеллар Мода появилась возможность использовать по-нормальному ионные двигатели, появилась идея их реализовывать и протестировать. Во благо человечества, конечно же. Но прежде чем начинать, нужно протестировать. А то опять все пойдет по гладкому месту. Сделав пробную доставку на орбиту и пробную посадку, выяснилось, что на один двигатель нужно одну большую солнечную панель, так как ее выработки хватает впритык. А сам процесс посадки проходил идеально гладко, в связи с маленькой массой. Уже не знаю, что теперь, когда все предусмотрено, может пойти не так. Включаю протокол выхода на орбиту Кермина. Отстыковка и автопосадка отработанных ступеней. Включаю протокол выхода на орбиту Моны. Включаю протокол сближения с биологическим мусором. Ой, с кербонавтом. Пока что все маневры выполнялись сугубо с помощью жидкотопливных ускорителей. Без особых проблем. Посадка кербонавта выполнена успешно. Включаю протокол сближения со вторым кербонавтом. Отстыковка жидкотопливных ускорителей. Начинаю выполнение поставленного эксперимента с тестированием ионных двигателей. Включаю протокол использования ионных двигателей. Внимание, выявлена ошибка на будущее. Использование ионных двигателей вблизи планеты не лучшая идея. Они потребляют много электричества, а единственный доступный его возобновитель – солнечные панели. Я не учла, что они не будут работать в тени планет. Например, в тени Муны. А такое легко может возникнуть, если корабль находится вблизи планеты. Но определенные выводы, тем не менее, мы сделать сумели. И после небольшого отхождения от графика, все-таки через костыли, мы смогли выйти из зоны влияния Муны. А уже и потом успешно приземлиться на Керпен. Тебе континует? Продолжение следует...